всем привет сегодня снова будем делать макияж я опять без без ничего только нанесла тональный крем потому что опять попортила себе лицо и без тонального крема появляться не очень хочется но еще будем как всегда все добавлять и корректировать но начнем с глаз и сегодня я хочу попробовать опять с использованием палетки Venus XL 2 все той же самой создать еще один макияж уже другой это уже будет наш четвертый макияж с этой палеткой я придумала себе такой своего рода челлендж сделать максимальное число макияжей именно с этой палеткой конце концов мы не для того покупаем палетку за 40 копейками долларов чтобы использовать один оттенок как мне этого хочется поэтому будем экспериментировать будем что-то придумывать новое и сегодня я хочу попробовать сделать с этой палеткой розовый макияж то есть макияж исключительно в розовых тонах такой макияж я очень люблю очень часто его использую в повседневной жизни особенно часто я его люблю в феврале в конце февраля вот когда у нас там день святого валентина 8 марта и вот хочется уже каких-то свежих таких легких весенних макияжей вот тогда мне приходит на помощь розовые оттенки ну и вообще розовый макияж это для меня такой еще очень такой можно сказать антидепрессивный макияж когда хочется немножко поднять себе настроение выглядеть посвежее повеселее и розовых теней бояться не надо розовые тени очень классно смотрится просто нужно иметь нужно учитывать кое-какие правила и я сегодня поделюсь лично своими правилами как я ношу розовые тени для того чтобы они выглядели красиво и не делали лицо и глаза воспаленными усталыми и какими-то некрасивыми иначе и обычно я использую для этих целей есть обычно для этих целей я скажу я очень долго искала себе подходящие розовые тени и остановилась вот на этих lancome color design fashion admire который к сожалению снят с производства этот оттенок они уже не выпускают вот это идеальный розовый цвет такой в меру яркий в меру холодный в меру пигментированный но сегодня как мы уже поняли я буду делать макияж не с ним я буду делать макияж вот с нашей этой вот палитрой сразу скажу мне немножко страшновато что у меня получится потому что розовые оттенки я подбирала себе очень долго очень долго искала себе то что мне понравится то что идеально подойдет потому что розовых палеток на рынке моря нужно цвет найти очень сложно но как я уже сказала я я это рассматриваю как некого своего рода челлендж и поэтому погнали как всегда при любом макияже для розового макияжа нам тоже нужно начали выделить складку века и здесь у нас я вижу подходящий оттенок это вот этот classical вот этот такой темно бортовый принципе такого плана оттенки я использую обычно для при пользовании розовыми тенями поэтому поэтому тут я проблем не вижу так я уже нанесла праймер и сейчас будем наносить оттенок отличный обычно я беру что-то подобное из других палеток в частности вот эти покажу в софт-глеем у нас есть вот такой оттенок вот этот вот мулгери вот этот вот он тоже идеально подходит и они очень похожи с наносим складку века все тоже не сменной кисточкой от сигма с которой не надо особо заморачиваться и придумывать изгаляться наносить складку она наносит сама туда куда надо и теперь я все это растушиваю хорошенько мак 217 чтобы у нас остался просто вот так обозначенный оттенок как тень такая складки века то есть нам здесь не нужен особо вот так потом если что будем корректировать еще поправлять теперь настала пора розового как всегда волнуюсь потому что у нас тут новая поверхность которая неизвестно как себя поведет беру пушистую кисточку и тут у меня есть два варианта сейчас я буду пробовать начали на руке есть два варианта первый вариант это использовать оттенок вот 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 и вот этот вот блестящий и матовый вот этот имблум который можно пользовались не боюсь что матовый для такого макияжа пойдет хуже потому что все-таки розовый если мы делаем акцент на розовых тенях то оттенок лучше брать с небольшим шиммером поэтому я все-таки возьму и нанесу на руку конечно не очень я уже вижу он такой скорее розовое розово-коричневый такой оттенок поэтому я уже вижу что он не даст нормального розового цвета поэтому все-таки я буду наверное использовать один блум который у нас очень любит сильно крошить как же он сильно крошится и вот он то есть вот видно что он более розовый опять же не совсем то что нам нужно для сравнения покажу фэшн эдмайер от лаком который вот в моем представлении идеально подходит для розового макияжа вот сейчас нанесу его рядом вот я думаю видно что он такой более более розовый все таки вот этот инблум больше уходит в коричневый а фэшн эдмайер такой настоящий розовый поэтому для меня вот он идеальный но сегодня у нас эксперимент поэтому будем наносить этот инблум ой я уже боюсь этих крошек конечно боже как же он крошится как он крошится ну ладно пойдем грязь под глазами обеспеченным да это конечно жесть как он крошится покажу если будет видно на камеру я его набираю пушистой мягкой кисточкой а он бесконечно просто крошится и под глазами у меня уже накрошил но я его сейчас нанесу по интенсивнее чтобы все таки вот кстати я уже вижу что и первый наш оттенок не очень подходит все таки для розового макияжа этот вот классикал а смотрю что он какой-то стал коричневый а все таки в складку нам надо сюда бордовый вот у меня сейчас вот ужас и под глазами хочу скорее убрать все это смотрю на этот ужас и дома во что это я ввязалась я тут про красивый розовый нежный романтичный макияж а пока мы имеем над глазами нечто тяжелое грустное заплаканное воспаленное ну ничего сейчас я буду заодно пытаться показать как я это дело исправляю ну да конечно вот складка веку получилась ну совсем какая-то коричневая ладно не будем сейчас о грустном сейчас я хочу сделать все значит правило номер один при пользовании розовыми тенями мы должны обязательно сделать подводку подводку я беру вот такой вот черную и сейчас я ее нанесу чтобы слегка улучшить ситуацию посмотрим удастся ли нам сейчас исправить следующие видео придется снимать по правильной розовым макияж с правильными продуктами и правильными техниками когда мы делаем подводку мы как бы отделяем глаз от сам наш глаз от розового оттенка на веках и получается что вот это вот розовые тени не дают уже эффект такого красного воспаленного глаза это есть такое правило при использовании любых опасных теней всевозможных розовых оранжевых желтых любых которые рискуют не подчеркнуть на вот глаза а наоборот сделать их более такими воспаленными и ну вот пока достаточно потом накрашу ресницы и если надо еще где-то подправлю подводку не вижу что надо до левом глазу еще немножко добавить пока достаточно сейчас я накрашу ресницы ресницы для такого макияжа очень важны как и подводка тоже надо сделать по выразительные почернее еще один слой души чтобы все это еще по интенсивнее сделать ну вот с ресницами немножко закончили сейчас надо добавить еще чего-нибудь такого же во первых подвести нижнее века и добавить чего-то такого еще живого на на подвижное веком сейчас я буду опять смотреть эти оттенки все на руке потому что пока у меня есть вопросы попробовать так то есть я как вариант у меня либо вот этот вот стелла такой вот он такой вот он нюдово-розовый вот этот не очень шиммерный но вполне такой интересный так и второй вариант который я хочу посмотреть это вот этот вот краул он уже более с таким крупным шиммером мне кажется но сейчас проверим да его мы прибережем может быть где-то для какого-то акцента но пока вот я добавлю первого стелла так берем маленькую кисточку тоже такой оттенок очень мягкий очень такой сыпучий интересно почему эти тени такие сыпучие уголок глаза получается очень даже красиво ну и теперь мне хочется нанести что-то подвести нижнее века наверное я возьму я возьму вот этот вот оттенок и чтобы он был у нас в меру темным и в то же время таким достаточно живым розовым и на центр века тоже нанесу немножко ягодом тоже маленькую кисточку и учитывая что мы нанесли розовые матовые тени то добавить немножко такой вот и жилости ну вот примерно с веками мы закончили сейчас еще раз смахну все это безобразием и без консилера нам тут не обойтись следующее правило при использовании розовых теней обязательно высветляем как следует зону под глазами то есть щедро наносим консилер потому что если не дай бог под глазами какие-то синяки то розовые тени нам только все и растушевываем кисточкой и делаю свой любимый трюх это вот уложу вот так вот консилер к внешней стороне лица чтобы как бы немножко растянуть взгляд и убрать все лишнее вот в этом месте вот большая всегда проблема если мы не дай бог что очень просто переборщили с темными тенями здесь вот наружном уголке и ушли слишком низко поэтому вот такой вот трюк с консилером очень хорошо помогает в данной ситуации и то же самое с другой стороны вот так зона под глазами стала гораздо светлее и ярче и следующий этап тоже хороший трюк если слегка где-то вот тут ушли лишнего накрасили тенями то тоже можно взять кисточку с консилером вот так это все слегка убрать так следующий момент который я хочу затронуть обязательный при таком макияже глаз это брови я уже говорила брови я не всегда себе оформляю но сегодня мне хочется это сделать да и в принципе если мы делаем розовые тени то брови необходимы опять я беру как всегда анастасию певели хиллз гудру гранит и немножко прохожусь по каким-то редким местам так теперь будем оформлять лицо нанесу вначале я так румяна румяна я возьму самые розовые самые яркие нарс совсем чуть-чуть их румянец нам сюда нужен обязательно такой свежий живой естественный а лучше чем эти румяна никто не справляется с этой задачей ну вот примерно так теперь я припутываю лицо учитывая что с жидкими продуктами я закончила так и хайлайтер хайлайтер будем брать розовый который у меня точно должен здесь вот он хайлайтер розовый лаура геля и тоже обязательно если пользуюсь розовыми тенями обязательно обязательно хайлайтер остались губы для губ я под такой макияж люблю использовать розовый блеск у меня от баксового оттенок николь ну вот и все макияж готов я показываю готовый вариант это вот что у нас получилось глаза розовые тени что я могу сказать по поводу в принципе результат мне нравится это не классический розовый макияж в моем понимании так как я уже показывала я люблю использовать все-таки более такие более живой более розовый оттенок здесь у нас получился более такой придушенный скорее такой пыльно-розовый но как вариант вполне носибельный другое дело что этот оттенок имблум который мы использовали он очень сильно крошится но результат вполне нормальный то есть скажем так для той ситуации если нужно допустим в поездку собраться и взять с собой только одну палетку то вот это вот вот Venus XL 2 она вполне выполнит эту задачу и даст возможность сделать очень много разных интересных макияжей конечно пока на сегодняшний день у меня больше всего впечатлили отсюда все вот эти оранжево-коричнево-терракотовые оттенки они пока выше всяких похвал но остальные тоже вполне используемы вполне имеют место быть как говорится и я думаю что мы увидимся в ближайшее время и попробуем что-то еще сотворить с этой палеткой на сегодня все всем спасибо за просмотр и